здравствуйте друзья вы меня просили делать обзоры всех покупок которые я приобретаю где-то на маркетплейсах далее где-то в других местах конечно вот сегодня то что я считаю что нужно вместе с вами посмотреть это цифровой микрометр компании ската который имеет нижний предел измерения в один микрометр верхний предел измерения 25 миллиметров то есть 0-25 как классический данный микрометр разрешение в один микрон то есть показывает да то есть значение до 1 микрона и к имеет точность плюс-минус 3 микрона что в принципе достаточно неплохо если желание есть такой приобрести конечно ставлю ссылочку озон там где его приобретал ну а вы можете на любом маркетплейсе приобрести почему именно скатая приобрел потому что ну у меня есть приборы которыми пользуется только этой компании уже и плюс на предприятиях пользуются часто такими приборами и опять же и цена качество меня заманили так хорошо вот такая коробочка видите здесь удобно и так открываемся вот сам микрометр коробочку пока отставим сторонку вот как он выглядит сама вот ручка трещотка так фиксатор возможно зафиксировать какое-то измерение дальше обсудим как это делается посмотрим как измеряется до включаем очень удобно что здесь есть батарейка смотрите мы ушли в минус да то есть есть какая-то типа погрешность и опять же берем вернее сбрасываем в нолик и все и уже отсюда у нас пошли измерения это очень удобно если допустим дальнейшем вот эти губки измерительные будут изнашиваться то естественно можно будет обнуляться по фактическим размером что очень удобно что здесь есть измерение как метрической системе так и в системе дюймов то есть мы это сейчас рассмотрим на живом примере и так вынулились в ноль давайте попробуем измерить вот этот вот вот эту вот детальку так подводим микрометр вообще я вам скажу так что обычно да когда снимаются какие-то измерения да то есть какая-то деталь у вас зажата измерения проведены обычно фиксируется стопором чтобы дальше не было передвижения никакого но в этом необходимости большой нет потому что мы просто делаем обзор смотрите получилось одна целая восемьсот восемьдесят восемь тысячных так хорошо а теперь давайте перейдем в дюймовую систему и проведем это же измерение получается у нас видите если измерять дюймов то 7 ну грубо говоря семь с половиной сотых дюйма получается у нас вот это измерение ну в принципе достаточно и неплохо да давайте вернемся снова в метрическую систему и измерим в меру вот этот вот болт какая здесь резьба очень кстати удобно в руке так сидит здесь пластиковая такая штучка не скользит это очень радует так серым пять целых на восемьсот двадцать одна тысячная давайте по длине посмотрим по длине видите где-то десяточку гуляли до размера так что составляет 0 22 дюйма на то есть 2 22 сотых дюйма вернемся снова метрику смотрите чем удобно чем удобно обнуление я говорил что чем хорошо когда обнуление да то есть вы берете примеру вы знаете какой-то диаметр да то есть у нас резьба вот вы знаете диаметр допустим ну пример у вас 5 8 до диаметр мы берем допустим 5 и 8 номинал так вот 5 8 обнуляем 0 подходим к детальке и измеряем вот здесь у нас получается на минус три сутки дальше меряем на минус десятка практически да дальше практически полторы десятки очень удобно что хочу сказать вообще эргономика достаточно удобная до ручка вот такая хоть это кажется такая маленькая ну я считаю даже очень и неплохо трещотка справляется со своими задачами фиксатор стопор позволяет зафиксировать надежно ничего не проворачивается хорошо ставим сюда сбрасываем 0 и в принципе наш микрометр он готов к работе считаю что данная техника вполне может быть использована такой увесистый чувствуется что он металлический да видно что все так добротно сделанных их люфтов нету ну в принципе для опять же скажу для домашнего использования я поставлю этому микрометру оценку 8 до из 10 потому что ну в принципе наверное можно было немножко вот здесь такой противовес есть ручку немножко было другой конструкции чуть чуть да но опять же тут держится хорошо но я думаю что если много измерять тут это противовесу может быть немножко мешать но так как это точный прибор то я думаю что большой проблемой для вас это не станет вот такой получился обзор ребята в принципе на этом я думаю что надо заканчивать если что пишите в комментариях что еще какие приборы посмотреть или опять же скидывайте мне на почту ссылочки я буду возможно приобретать эти приборы и вам уже их показывать видео обзоре на этом все друзья всем добра пока пока а